Через 10 минут призывная комиссия начнет свою работу. В кабинете, где собрали новобранцев, царит напряженная тишина. Начиная с этого дня, чуть больше двух недель будет у ребят, чтобы привыкнуть к мысли, что ты уже не гражданский человек. Первые отправки у нас уже будут 24 октября. Отправки будут раз в неделю, пройдут они до 20 декабря. Наряд, который определил военный комиссар Московской области для Ленинского муниципального района, составляет 100 человек. Первый шаг к службе – медицинская комиссия. Здоровье проверяется не только физическое, но и душевное. С докторами призывники предельно откровенны. Приводов в полицию не было? Нет. Никогда не было? Спиртными наркотиками не увлекаешься? Сейчас нет. Выпивал? Ну, было время, когда ты... Я сейчас уже сколько? Три года не пью вообще. Годен призывник к службе или нет, окончательно решает призывная комиссия. В ее состав входят представители различных государственных органов и сотрудники военкомата. Призывник Саев Константин Алексеевич на заседание прибыл. Константин Исаев старше остальных призывников. Ему 21 год. В армию идет после спортивного университета. Служить будет в кремлевском полку. Сыграло, скорее всего, высшее образование. Потому что многие призывники идут после 11 классов и после среднего специального образования. Волнение, конечно, присутствует. Это как бы... Ну, так как у меня отец военный, я как бы должен перебороть себя. И это волнение пройдет. А вот в судьбе видновчан братьев Ивана и Никиты Рыбаковых определенности меньше. Знают только, что служить будут вместе. А вот по поводу места службы пока только мечты. Комиссия прошла хорошо. Говорят, будем вместе служить. А где? Еще точно не определились в этом плане. Нам еще точно скажут. Ну, а сами есть какое-то желание у вас? Думали, может быть, в ВДВ пойти. В работе призывной комиссии принял участие заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Сергей Гаврилов. По его мнению, краснеть за этих ребят не придется. Орлы, безусловно. У каждого из них есть желание служить. Это очень важно на самом деле. То есть слова долг, честь. Для них не пустые звуки. Люди, ребята молодые, перспективные. Многие занимаются спортом. Такое явление, как уклонение от службы, сейчас редкость. Большинство молодых людей призывного возраста получают отсрочку от армии в строгом соответствии с законом. И когда отсрочка заканчивается, также идут служить. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.